В этом видео вы узнаете о том, как настроить интеграцию Y-Klines с контрольно-кассовыми машинами через сервис LifePay. Для соблюдения законодательства в области оказания услуг и розничной торговли, каждая точка продаж, салон красоты или фитнес-клуб должны быть оборудованы контрольно-кассовыми машинами или ККМ, которые передают данные о финансовых поступлениях в налоговую службу, а также служат для печати чеков, которые передаются клиенту при проведении оплаты. Помимо непосредственного подключения к КАС-компьютеру, вы можете использовать сторонние сервисы, которыми обеспечивается простота настройки и обслуживания ККМ. Одним из таких сервисов является LifePay. Обратите внимание, что для подключения интеграции с кассовым оборудованием может быть необходимо подключить дополнительную опцию к вашему текущему тарифу. Предварительно уточните подробности у вашего персонального менеджера. Для настройки интеграции с кассой, подключенной к LifePay, перейдите в раздел «Финансы настройки ККМ» в интерфейсе Y-Klines. Измените настройку «Статус подключения» на «Подключен и настроен». Затем выберите LifePay в качестве типа подключения. Введите API-ключ интеграции, который расположен в разделе «Настройки разработчикам» в личном кабинете LifePay. Введите ваш логин LifePay в соответствующем поле, затем скопируйте URL для отправки статуса печати чеков и введите его на странице разработчикам в личном кабинете LifePay. В интерфейсе партнера перейдите в раздел «Фискализация кассы», скопируйте серийный номер нужной кассы и вставьте его в поле «Серийный номер принтера Y-Klines». Если вы используете терминал безналичной оплаты в связке с кассовым оборудованием, активируйте опцию «При безналичном расчете перед печатью чека принять карту через посттерминал». Когда опция активна, терминал оплаты будет автоматически активироваться при проведении безналичной оплаты Y-Klines. Укажите общие параметры налогообложения при печати чеков. Эти параметры могут быть изменены для отдельных услуг или товаров. О настройке системы налогообложения в товарах и услугах вы можете узнать из соответствующих статей в базе знаний Y-Klines. Ссылки на статьи вы найдете в описании к видео. Сохраните внесенные изменения. Касса подключена и настроена. Статус подключения интеграции вы можете узнать на странице «Финансы. Операции с ККМ Y-Klines». Если все настроено верно, в блоке «Статус ККМ» вы увидите статус «Онлайн». Все готово для открытия смены и печати чеков. Проверьте, в каком статусе находится смена на кассе. Для этого перейдите в раздел «Фискализация кассы» в личном кабинете LifePay, а затем при необходимости закройте смену. Теперь перейдите в раздел «Финансы. Операции с ККМ Y-Klines» и откройте смену нажатием соответствующей кнопки. В списке операций появилась строка с новой операцией «Открытие смены», а статус печати через какое-то время изменится на «Успешно». Вы можете перейти на страницу «Операция» для просмотра подробной информации, для этого нажмите на дату операции. Теперь при проведении оплаты визита или продажи товара вы можете отправить на печать фискальный чек. Создайте новый визит и добавьте в него услугу. На вкладке «Статус визита» рядом с кнопками быстрой оплаты появился флажок «Печать чека». По умолчанию он активен. При проведении оплаты безналичным расчетом или наличными будет автоматически отправлен на печать фискальный чек, соответствующий информации визите по составу и сумме. Кроме того, вы можете провести оплату на вкладке «Оплата визита». В этом случае после проведения оплаты вам будет необходимо вручную распечатать чек нажатием на кнопку «Распечатать чек продажи». Операция печати чека попадет в таблицу на вкладке «Оплата визита» в визите. Некоторые параметры визита после печати чека будут заблокированы от изменений, чтобы предотвратить возможные ошибки при сверке итогов. Для изменения этих параметров предварительно необходимо распечатать чек возврата. Также из визита можно перейти к просмотру операции. Для этого нажмите на дату операции в таблице «Операции» на вкладке «Оплата визита» в визите. Более подробно об интеграции Y-Klines и LifePay вы можете узнать в соответствующих статьях в нашей базе знаний. Ссылки на статьи вы найдете в описании к видео.